Всем привет! Меня зовут Лена. Сегодня я бы хотела вам показать все свои раскрашенные работы за сентябрь. Их у меня получилось 18, но одну, к сожалению, я вам показать не смогу, потому что она... Эта раскраска у меня далеко, и я приложу вам фотку потом в телеграм-канале всего лишь на работу, поэтому думаю, не сильно страшно. В этом месяце я прям хорошенько раскрашивала Ашет-природу, поэтому большинство работ будет из него. Итак, начнём. Я начну со спиральки, она была одна, и в этом месяце я раскрасила белоснежку. Решила не раскрашивать фон больше, потому что... Ну, в таких раскрасках, где его можно считать, что и нет. Потому что получается не очень красиво, не очень аккуратно, не знаю, у меня не получается ровной линией выводить на всём фоне идеально. И раскрасила также Золушку и Рапунцель блестящей ручкой. Вот нужно куда-то мне эти ручки блестящие изводить, и я, походу, нашла куда. Вот такие работки. Далее 11 том. И здесь у меня... Так... Здесь у меня была... Вот эта работа, она попадала ещё в август. У меня здесь был вот такой вот разворот. Раскрашивала я его маркерами акриловыми Гуана и Лангун. Очень быстро раскрасила на совместик. До последнего просто оттягивала этот момент. И хорошо, что вот взяла ещё последние дни. Решила, что не могу это так оставить без внимания. И дальше перейдём непосредственно к природе. Вообще, в идеале, хочу стараться раскрашивать здесь каждый месяц. В идеале, побольше работ. И буду идти, наверное, по списку своему. Как у меня работа раскрашена, так и и пойду. Так. Вот у неё первая работа была раскрашена в сентябре. Вот такая вот. Вот здесь, по-моему, только Лангу. Потому что Гуанги мне ещё не пришли тогда. И здесь, по-моему, всего лишь пару работ будут новыми маркерами, акриловыми, раскрашенными Гуанги. Далее у меня вот такая вот работа. Этот цвет, который основной, я просто, не знаю, слоёв пять здесь сделала. Потому что я сначала нанесу один цвет, он мне понравится. Потом второй, потом третий. И так пока меня не устроил результат. И вот, кстати, вот здесь у меня артексы. Наверное, слоёв пять. Он ничего не перекрыл. Небо у меня Лангу в два слоя. Не идеально, конечно, но я думаю, разница очевидна. Далее у меня вот такая вот работа. Здесь тоже только Лангу. И покрытие просто прекрасное. Вот здесь, на светлых даже оттенках, он в два, в три слоя перекрыл. Единственное, что жёлтый пришлось прям заморочиться. Много слоев наложить. Но его тут совсем мало. Поэтому, думаю, вообще не критично. Далее у меня вот такая работа. Смулан. Чёрный у меня был какой-то... Не помню, какой я брала. Но нужно было брать артекс. Потому что он лучше всего выглядит на таких вот больших площадях. Мне кажется. Теперь буду только вот его и брать. Далее у меня 49-я страничка. Вот такая вот получилась. Тоже прекрасная. Лангу раскрашивала. А вот эти вот... Вот этот чёрный момент я раскрашивала вот таким вот маркером с Валбереса. Я его использую для контуров обычно. А здесь решила разокрасить полностью пространство. Но лучше так не делать. Потому что он всё-таки на больших площадях пришивит так нормально. Далее. Далее у меня получился вот такой вот фломастерный разворот. Раскрашивала тоже на совместник по темам. По-моему, на пруд у меня была вот эта работа. А вот это на тему осенью я раскрашивала фломастерами. Не помню каким. По-моему, у меня краёлы в перемешку с экшеном. Очень сильно мне хотелось покрасить фломастерами экшен в ошейте. И вот что-то я здесь раскрасила ими точно. Что конкретно, я не помню. Дальше. Далее у меня вот эта вот работа получилась. Прекрасно. Обожаю этот мультик. Конечно, я её очень долго раскрашивала. Несколько дней. Хотя обычно у меня на работу вот в таком простеньком относении на ошейте уходит один, максимум два дня. Не знаю, как так получается. Иногда на вдохновение я могу и парочку работ раскрасить за день. Так, далее вот такая вот работа. Здесь тоже я использовала какой-то не такой... А, здесь я, по-моему, использовала маркер Лангу. Чёрный. Тоже мне не нравится. Вот если у вас есть идеальный чёрный маркер акриловый, который будет прекрасно ложиться, пожалуйста, посоветуйте. Если никаких вариантов, кроме поски, нет, то никаких вариантов мне больше не надо. Потому что, ну, не знаю, как-то не готовы, что ли, к поске. Или, может быть, вы меня переубедите, что мало ли, вдруг это... Лучше купить поску и не париться, чем вот так вот быть на довольной результате. Дальше у меня тоже фломастерная работа, быстренькая, с рыбами. Мне не очень нравится такая супер-минималистичная рисовка. Но я всё равно раскрасила. Работку. И дальше 62-я у нас по списку. 62-я иллюстрация Мулана у нас. Здесь уже у меня появились маркеры Гуанглана. И я, конечно, добавляла ещё Лангу. Чёрный. Я не помню, чем я красила. Но как будто бы, возможно, это мог бы быть Артекс. Но на Артекс не похожи вот эти вот моменты, которые неровные. Но сравним сейчас с работой, которая 100% Артексом раскрашена. Потому что я помню это. Так, вот эта вот хэллоуинская у меня. И ещё одна последняя работа. Как раз-таки, где у нас точно Артекс. Вот эта. Ну да, он, в принципе, чуть-чуть его видно, что где-то бывает неровно. Но как будто бы вот этот результат самый хороший. Вот эта вот часть, которая чёрная, блестит. Вот это вот Артекс. Всё остальное у меня Гуанглана, Лангу, Перемешку. А контуры цветные. Вот где у меня есть цветные контуры, в 99% случаев, это ручки. Ручки Лангу. На этом у меня всё в этом месяце. У меня прям очень много работ получилось в этой раскраске. Но я её хотя бы продвинула. Она у меня, блин, лежала ещё с самого-самого начала увлечения моего раскрасками. И там было раскрашено работ 8. Сейчас уже четверть работ. То есть 25. И это прям прекрасно. Меня это очень сильно радует. Ну, на этом у меня было всё. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Хорошего вам дня. Всем пока.